Максим Валерий Вич Чоголев, талантливый российский актер, появился на свет будущий артист 20 апреля 1982 года в городе Воронеж, где прошло его детство. И именно в этом городе Максим начал строить первые планы. Примечательно, что Максим, в отличие от большинства актеров, не бредил сцены с детства. Напротив, планировал приобрести более приземленную профессию врача, однако врачебные мечты разбились о скалу сложной вступительной системы медицинских вузов, а также большого конкурса. И тогда Чоголев решил попробовать свои силы в Воронежской академии искусств. Для Максима это был реальный повод откосить от армии. Но, как показало время, данное событие все же превратилось в счастливую случайность. По происшествии года будущий актер успешно переводится на второй курс ГИТИСа, под заботливое крыло усатого няня Сергея Проханова, который действительно сыграл значительную роль на начальных этапах карьеры Максима. Спустя совсем немного времени, мастистый Проханов пригласил юного Чоголева играть вместе с ним в Театре Луны. Именно там в 2002 году состоялся театральный дебют молодого актера. После окончания ГИТИСа в 2003 году вчерашнему студенту опять-таки сказочно везет. Он поступает в творческую лабораторию известного режиссера Анатолия Васильева при школе студии МХАТ. Годовое обучение заканчивается тем, что Васильев берет молодого артиста в свою труппу – школа драматического искусства. Дебютной постановкой Максима был спектакль «Ночь жнижна», который стал пользоваться огромной популярностью среди зрителей. Телевизионный путь Чоголева не был так безоблачен и чист, как театральный. По возвращению в Москву актер начал активно сниматься, несмотря на то, что все дебютные кинематографические роли были сыграны ним еще в студенческой скамье. Максиму предлагали исключительно отрицательные роли. В полнометражной версии картины «В круге первом» актер воплощает образ палача. В сериале «Кто в доме хозяин» он играет роль дурного агента по автомобильным продажам. Но эти образы были сущей мелочью по сравнению с первой серьезной ролью, которую Максим исполнил в телевизионном сериале «Молодые и злые». Картина представляет собой 150-серийный динамичный боевик, который повествует о стандартном криминальном наборе убийствах и наркоторговле. На сегодняшний день Чоголев узнаваем благодаря своим ролям в отечественных телесериалах, среди которых «Карпов», «Я приду сама» и «Одинокий волк». Сериал «Брак по завещанию» принес Максиму первую телевизионную награду – премию «Золотой носорог». А за роль в фильме «Второе дыхание» он даже получил медаль Министерства обороны Российской Федерации. Внесло свою лепту в растущую популярность актера и участие в телепередаче «Танцы со звездами». Пара Максима, Щеголева и Кристины, Осмоловской была признана лучшей на проекте. Сегодня Максим продолжает активную работу и можно не сомневаться, что мы увидим еще немало ярких ролей именно в его исполнении. Как и профессиональная, так и личная жизнь Максима весьма насыщена и разнообразна. От первых серьезных отношений, в которых он состоял с актрисой Татьяной Солнцевой, несколько лет актер имеет сына Илью. Первой и пока единственной официальной женой артиста была актриса Алла Казакова. Эти отношения долгое время держались в секрете ввиду того, что актеры трудились именно в одном театре. О том, что Максим и Алла вместе стало известно лишь после того, как пара сочеталась с браком, в котором спустя недолгое время появились на свет две девочки – Мария и Катерина. Но в 2010 году брак распался, после чего начался трехлетний союз с актрисой Юлией Зиминой. В последнее время артист весьма неохотно делится с представителями прессы подробностями своей личной жизни. Однако журналисты выяснили, что уже около года Максим Щеголев встречается с актрисой и певицей Теоной Дольниковой. Все это время пара скрывала отношения, как и тот факт, что в марте 2017 года они готовятся стать родителями. Живя в Москве, Щеголев активно поддерживает отношения со своими старыми воронежскими друзьями, хотя в родной город из-за плотного графика наведывается нечасто. С мамой Ириной Александровной постоянно созванивается. Отец Максима Валерий Константинович умер еще в 2007 году.